Сели на стакан. Актеры, которые вызывают сожаление своей дружбой с губительной привычкой. Не каждый человек способен без вреда для психики выдержать пристальное внимание окружающих ко всем своим действиям. Алкоголь в буквальном смысле разрушил жизнь творческому человеку, столь обожаемому многими. Обо всем этом мы поговорим в сегодняшнем выпуске. Если вы впервые на данном канале, то я настоятельно советую вам подписаться. Также не забывайте ставить свои лайки, а мы начинаем. Я вас ненадолго оставлю. Пойду корму чё покрепче. Пацаны поиграют. 10 знаменитостей, страдающих от алкоголизма. Великий Хемингуэй сказал, я пью, чтобы сделать других людей более интересными. А с какой целью прикладываются к бутылке зарубежные и российские звёзды? Сегодня в нашей подборке 10 знаменитостей, злоупотребляющих алкоголем. Григорий Лепс. Григорий и в молодости любил залить за воротник, а с годами стал всё чаще уходить в длительные запои. Он неоднократно лечился, кодировался, но вскоре опять срывался в алкогольную пропасть. Лепс выходил на сцену пьяным, мог вести себя неадекватно и агрессивно. Вы меня своим голосом перенесли. Я забрал уже всё. Сидели там, что-то колдовали, колдовали. А я раз вспомнил. Конкретно. Ваша песенка скета. Вот это что такое? Григорий, что это значит? Вот это. Как повернулся, а? Плавно, раз вспомнил. И попёрло. Это на кыргызском? Близкие знают о его буйном нраве и несдержанности после принятия на грудь. В безалкогольный период артист полностью отдавался творчеству, писал и исполнял новые композиции, активно гастролировал. В последнее время в прессе муссируются слухи об очередном запое певца. Поговаривают, что после развода с женой, Анной Шаплыковой, он даже попал в психиатрическую клинику из-за неадекватного поведения. Ольга Бузова. Настоящие меломаны давно говорят о том, что своими позорными потугами на роль певицы Бузова нанесла огромный ущерб российской эстраде. Ещё больше она навредила имиджу МХАТа, на сцену которого выходила в спектакле про молодого Сталина. Звезда МХАТа имени Горького. Справедливая критика всё же пробила стену самолюбования, за которой скрывалась бывшая ведущая «Дома-2». Её ближайшее окружение обсуждает чрезмерное увлечение Ольги спиртным. Даже бывший муж Дмитрий Тарасов прямо называет Бузову запойной алкоголичкой. По всей видимости, идеи об участии в танцах со звёздами или в шоу-дуэты возникали у Ольги под влиянием паров конька. Однако даже крепкие напитки не смогли скрыть отсутствие таланта в любом её амплуа. Дана Борисова. Считается, что пристрастие к спиртному у многих женщин развивается на фоне несчастной любви. Так было и с Даной Борисовой, которая стала частенько заглядывать в стакан после развода с мужем. Пагубное пристрастие быстро превратилось в проблему, из-за которой Дане пришлось оставить работу на телевидении. Но предприимчивая блондинка нашла выход. Став участницей очередного скандального ток-шоу, она смогла разжалобить зрителей и даже получить приятный бонус в виде реабилитации в специализированной клинике. После шести месяцев лечения в Таиланде, куда она поехала по инициативе Андрея Малахова, Дана вернулась в Россию. С июля 2020 года она вновь работает на телевидении, ведёт программу «Стар Парад». Смогла ли Борисова победить пагубную зависимость? Покажет только время. Чарли Шин. Чарли Шин – самый известный алкоголик Голливуда. Его пьяные похождения – излюбленная тема жёлтой прессы. Звезда горячих голов устраивал дикие оргии и продолжал пить даже тогда, когда остальных участников вечеринки увозили на скорой. За 30 лет кинематографической карьеры актёр успел сняться в пяти десятках картин, пролечиться во многих реабилитационных центрах и даже побывать в тюрьме. Основная причина его правонарушений – неадекватное состояние на фоне злоупотребления спиртным. Шина арестовывали за стрельбу в доме, избиение подруги и прочие выходки, совершаемые под парами алкоголя. Даже женитьба на Денис Ричардс не помогла пьянчушке отказаться от вредной привычки. Эпатажный артист заявлял, что для нормального самочувствия ему нужно выпить 30 рюмок виски на завтрак. Чарли Шина даже выгнали со съёмочной площадки сериала «Два с половиной человека», где он играл такого же любителя заглянуть в стакан. Меня здесь за собачку держат. В итоге жизнь голливудского алкогения катится под откос. В 2015 году выяснилось, что Чарли заражён в ВИЧ, а в 2017 году его обвинили в педофилии, сексуальные связи с 13-летним актёром Кори Хэймом. Джонни Депп Исполнитель роли Джека Воробья лечился от алкоголизма неоднократно. Джек Воробей, не так ли? Капитан Джек Воробей, мой друг. Депп признаётся, что этот порог сделал его банкротом, вверг в одиночество и депрессию. Сначала он пытался заглушить водкой боль от проблем в личной жизни и потере близких друзей. Потом стал прикладываться к бутылке ежедневно, что самым негативным образом отразилось на состоянии здоровья. Начались проблемы с памятью. Депп не мог запомнить текст, реплики ему подавали через микронаушники. Джонни с детства отличался взрывным, неуправляемым характером, а под влиянием зелёного змея всё чаще стал терять контроль над собой. Мог появиться пьяным на ковровой дорожке престижного кинофестиваля, устроить скандал, разгромить номер в отеле. Депп погряз в судебных дрязгах после развода с третьей женой Эмбер Хёрд. Даже появление новой возлюбленной танцовщицы Полины Гленн не смогло остановить это безумие. Когда-то самый высокооплачиваемый актёр Голливуда оказался на пороге банкротства. От него отвернулись многие друзья и коллеги. Всё же Депп пытается вырваться из заколдованного Куга. В 2020 году он сыграл полковника Джоу по фильме «В ожидании варваров». Стал одним из продюсеров фильма «Великий», где предстал в роли Уильяма Смита. Линдси Лохан Лохан занимает почётное место в списке знаменитых алкоголиков. А здесь есть алкоголь или нет? О, конечно нет. Поить детей алкоголем? Может добавить капельку? Если хотите выпить, то лучше здесь. Её имя у многих ассоциируется с бесконечными скандалами и пьянками. Из прекрасного лебедя она постепенно превратилась в гадкого утёнка. Линдси начала карьеру очаровательной малышкой. В возрасте трёх лет родители принесли её на кастинг для рекламного ролика. Успех сопутствовал очаровательной девушке и в дальнейшем. Творческая карьера быстро шла в гору. На счету Лохан множество удачных ролей в кино. Проблемы с алкоголем и наркотиками начались в 18 лет на волне славы и бесконечных молодёжных тусовок. Актрису неоднократно отправляли за решётку завождения автомобиля в нетрезвом виде, попытки воровства, дебоши. Не помогает даже курс реабилитации в клинике. Линдси всё чаще видят нетрезвой, поговаривают, что она оказывает эскортные услуги состоятельным бизнесменам. Дрю Берримор. Её называют самой юной алкоголичкой Голливуда. Росла девочка в неблагополучной семье. Оба родителя – представители местной богемы. Они часто устраивали вечеринки, а потом бурно выясняли отношения. Малышка с 9 лет допивала спиртное, оставшееся в бокалах. Уже в подростковом возрасте попала на лечение в реабилитационный центр. Развитию зависимости способствовала и бешеная популярность, свалившаяся на молодую актрису после роли в нашумевшем фантастическом фильме «Инопланетянин». После повторного курса лечения в реабилитационной клинике Дрю написала мемуары, посвящённые своим проблемам. В то время ей приходилось подрабатывать официанткой и даже мыть полы в туалете, чтобы заработать на жизнь. Всё изменилось после попытки суицида в 1989 году. Сейчас Берримар изредка позволяет себе бокал вина, не теряя контроль над количеством выпитого. Она много снимается, занимается благотворительностью. Майкл Джей Фокс Звезда фильмов «Назад в будущее», сыгравший Марти Макфлай, тоже вёл разгульную жизнь, злоупотреблял алкоголем. Всё прекратилось, когда Майкл узнал о своём диагнозе – болезни Паркинсона. Состояние актёра, которому на тот момент было 30 лет, быстро ухудшалось. Майкл прекратил активную работу в кино и на телевидении, но продолжал озвучивать анимационные фильмы, иногда появлялся в качестве гостя в телевизионных программах. Сегодня 60-летний актёр является учредителем благотворительного фонда, деятельность которого направлена на поиск лекарств от неизлечимых болезней. Михаил Ефремов Известный российский актёр никогда не скрывал своего пристрастия к алкоголю. Многолетнее злоупотребление и привело его к печальному финалу. В последние годы он всё чаще появлялся на сцене в непотребном виде, срывал спектакли, устраивал пьяные скандалы, всё больше опускался и деградировал. Последствия такого образа жизни известны всем. После пьяного ДТП, в котором погиб человек, Ефремов оказался за решёткой. Теперь он вынужденно ведёт трезвый образ жизни в исправительной колонии. Алексей Панин В своём пагодном пристрастии он обвинял общество, которое будто бы заставляло чувствовать себя ущербным и неадекватным. В пьяном угаре Панин вытворял, что хотел. Устраивал погромы в гостиницах и заведениях общепита, гулял в женской одежде, оголялся на камеру. Словом, вёл себя самым непотребным образом. Его выходки были настолько безнравственными, что многие стали сомневаться в психическом здоровье алкоголика. Вы занимались сексом с несовершеннолетними? Вы сначала ответьте на вопрос. Сейчас половина зала уйдёт. Конечно же, да. Многочисленные разборки и судебные тяжбы с бывшей женой и за ребёнком тоже не прибавили ему популярности. Сейчас скандальный актёр эмигрировал из России, получил вид на жительство в Испании, но и там находит поводы для недовольства окружающей действительностью. Сели на стакан. Пять хороших актёров, которые стали алкоголиками. Знаменитости привлекают к себе внимание множество глаз. Они всегда находятся в центре внимания, где бы ни появились. Слава дарит большие возможности, щедро одаряя своего любимца финансовым дождём, но и создаёт стресс. Не каждый человек способен без вреда для психики выдержать пристальное внимание окружающих ко всем своим действиям. У каждой звезды есть не только преданные фанаты, но и многочисленные хейтеры, которые всячески стараются испортить настроение бедному человеку и высмеять его слабости. На этом фоне простые смертные звёздные в том числе ищут различные способы борьбы со стрессом. Одни занимаются спортом, а другие приглашают в гости зелёного змея, и он затягивает их в логово разрушенной судьбы и гибели. Сегодня мы рассмотрим пять известных актёров, которые вызывают сожаление своей дружбой с губительной привычкой. Михаил Ефремов Михаил открыто рассказывает о своих пристрастиях, к чему свидетелем стали многочисленные телезрители, с удовольствием смотрящие канал Юрия Дудя. Михаил Олегович, вы бухаете? Я подбухиваю, вот так я бы сказал. Так же жёстко не бухаю. Только здоровье останавливает Ефремова от длительного запоя, ведь на третий день его самочувствие резко ухудшается. Талантливый актёр называет себя жизнерадостным пьяницей. Увы, вся страна стала свидетелем трагического результата этой коварной лжедружбы со спиртным. Алкоголь в буквальном смысле разрушил жизнь творческому человеку, столь обожаемому многими. Как Джигурдани взывает к потусторонним и не кричит патетически на камеру, что Миша не виноват. Миша продолжает отбывать наказание в отдалённых местах и думать о своём поведении. Олег Даль Советскому актёру хорошо удавалось играть роли отважного лётчика, солдата, учёного и множества других ролей. Вы пристрастие к бутылке погубило и этого одарённого человека. Выпив, он становился нарушителем дисциплины и срывал съёмки. Как результат, сердечный приступ из-за горячительных напитков. Алексей Панин Алексей известен эпатажными выходками, на которые его подбивал алкоголь. В настоящий момент известно, актёр живёт в солнечной Испании и не горит желанием возвращаться в Россию. Питер О'Тул Знаменитый алкоголик-кинематографов. Про его пьяные похождения ходили легенды. Слухи утверждают, что актёр постоянно снимался в кино в состоянии алкогольного опьянения. Стоп, стоп. Стойте, стойте. Я не могу так снимать. Что за крик, а? Узнаете, в чём дело? Испортить такую хорошую сцену. Перестань орать, Уайти. Сцена была ужасная. Он всегда был славным любителем оторваться по полной программе. Только резкая боль в желудке и рак поджелудочной железы заставили актёрам остановиться и перестать пить спиртные напитки. Однако уже было поздно. Бывший красавец существенно подурнел. Поблёк. Андрей Краско. Он часто был в центре внимания камеры, играя главные роли. Режиссёрам нравилось работать с актёром, но чрезмерное влечение алкоголем существенно мешало работе. В результате центральные роли сошли на нет, а участие в небольших эпизодах болезненно задевало самолюбие. И актёр всё чаще проводил вечера в поисках истины на дне бокала. После попытки выйти из очередного запоя, сердце не выдержало нагрузки и остановилось. Друзья, ну а на этом у нас всё. Своё мнение обязательно оставляйте в комментариях. Также не забывайте ставить лайки, если этот ролик вам понравился. Подписывайтесь на канал. Ну а мы, в свою очередь, надолго с вами не прощаемся. До скорых встреч. Будем на связи. И помните, не всё так просто. Всё гораздо проще.